Уважаемые депутаты! Работать по-новому городские депутаты сегодня на внеочередном заседании приняли поправки в устав города. Их внесли из-за изменения федерального и областного законодательств. Глава муниципального образования будет избираться в Саратовской городской думе из числа кандидатов, представленных в конкурсной комиссии по результатам конкурса. Устав вступает в силу после истечения полномочий нынешнего состава городской думы, но новую форму избрания главы города устроила не всех депутатов. Была внесена поправка, предлагающая проводить его выборы в ходе прямого голосования горожан. Однако, по словам Олега Грищенко, такой способ в современных реалиях не оправдает ожидания избирателей. Да, наверное, может быть, надо всем народам, всеми людьми избирать главу города. Но в той системе и той вертикали власти, которая сегодня выстроена у нас в стране и в субъекте нашем, избрание главы всеобщим голосованием не приведет к тем последствиям, нужным, которые ожидают люди, которые будут его избирать. От него ничего не зависит абсолютно в данной ситуации. Потому что все регламенты, все нормативы отчислений по налогам, они не находятся в поле его компетенции. С изменением устава город возглавит представитель исполнительной власти, а он, считают депутаты, не так самостоятелен в принятии решений. Новая система отдает основные полномочия области. Саратову уже не под силу будет содержать крупные жизнеобеспечивающие предприятия. Не случайно мы там передаем огромное количество полномочий на уровень субъекта. И сегодня мы даже сами выходим с предложением, чтобы у нас забрали городе Транс, чтобы у нас забрали Саратов ВДКанал. Потому что сделать так, чтобы эти предприятия работали рентабельно, мы не можем. Это не в наших силах. Заслушали депутаты о докладе внесения изменений в бюджет города. Дополнительные деньги будут выделены на строительство и ремонт детских садов, на вывоз мусора, поддержку водоканала, на обустройство аллеи Рос. Администрация Кировского района на приобретение здания детского сада 20,8 миллиона рублей. Бурное обсуждение вызвало тема переселения из ветхого и аварийного жилья в городской казне. Необходимые суммы для участия в федеральной программе уже заложены. Сейчас ждут поступления средств из областного бюджета. Приобрести нужно почти полторы тысячи квартир. А сроки реализации программы уже поджимают. Динара Дусалиева, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...